На днях глава муниципального образования Вяземский район Игорь Геннадьевич Зуев встретился с представителями молодежного актива Вяземского района, которые не так давно принимали участие в трех молодежных форумах, проходивших в разных уголках нашей страны. Это Смоленский форум «Смола», в котором участвовало 700 человек, везмичей было 28. Образовательный форум «Патриот-2009» на Костромской земле и, по словам молодежи, самый яркий и многочисленный молодежный форум на Селегере. Это мероприятие уже более масштабное – 7 тысяч участников, 39 везмичей. На каждом из форумов молодые люди, студенты учебных заведений, активисты молодежных общественных объединений могли представить свои молодежные проекты в той или иной области – бизнес, строительство, средства массовой информации и в случае успеха получить грант на развитие проекта. Несмотря на то, что встреча молодых активистов с главой района проходила в официальной обстановке, она носила достаточно непринужденный характер. В форме беседы молодые люди делились впечатлениями, отмечали плюсы и минусы поездок и, конечно, обсуждали итоги. Своими впечатлениями ребята выделились и с нами после встречи с главой района. Я один из тех, кто представлял наш город на региональном сборе, на всероссийском сборе молодежи – это «Селигер-2009». Мы в основном представляли свой город на смене для предпринимателей. От Вязьбы было представлено 4 проекта. Какие дают возможности «Селигера»? Это инвестиции, это гранты, непосредственно финансовая поддержка, если проект этого заслуживает, если он этого достоин. Это какая-то информационная база, тренинги, лекции, советы ведущих людей России, в том числе и в предпринимательстве. Люди, которые уже обрели свой опыт в той или иной сфере, именно в сфере бизнеса. Андрей, приведи, пожалуйста, примеры некоторых проектов, которые были там представлены. Один из проектов был направлен на развитие туризма, как сельского, так и визного туризма в Россию. Это проект «Русской деревни». Обычный гостиничный комплекс, он был бы оформлен в стиле русской деревни XVIII века, включающейся срубы, баня, отражающие весь быт того времени. То есть это был не только гостиничный комплекс, где можно было, в принципе, что реально просто переночевать, приехать. Может, кто просто приехал в Вязьмова, гостям каким-либо. Но и достаточно интересно провести время. Там он бы включал в себя определенный спектр услуг, просто для организации своих выходных. Ну, какие наши проекты были хоть как-то отмечены? Отмечены наши проекты были все. Все четыре проекта. Это один из них строительная фирма, которая будет работать на базе молодежи, на базе студенчества. Та же самая «Русская деревня». Два проекта были больше информационных. У каждой из них есть какая-то изюминка, у которой никого не было. Ну, скажем так, если по «Русской деревне» ту же самую изюминку, этот проект по сравнению с другими подобными был с наименьшим бюджетом. То есть на него было меньше всего затрат, однако на выходе он давал мне чуть не меньше, чем остальные заявленные проекты подобного плана. Андрей, а как Вы дальше планируете реализовывать свои проекты в дальнейшем? Какие-то планы на будущее? Ну, планы, в принципе, не изменились. Пусть мы финансовой поддержки не получили, но мы набрели опыт, будем развиваться, будем продвигать. Как Вы в дальнейшем планируете получить поддержку? Пока что непосредственно своими силами. У нас есть премида следующего «Селегера». Такие сборы проводятся, пусть и не настолько масштабные, но они проводятся круглый год в разных областях, в разных районах России. И финансовую поддержку можно получить в любом из них, тогда нужно быть к этому готовым и доказать, что проект достоин. Недавно я съездила на форум «Селегера». Там еще также проводились разные мероприятия, такие как каждый вечер там была, какие-то дискотека там была, приезжали к нам группы, такие как пилигрим. На закрытие лагеря приезжала к нам видва и корни. Там можно было кататься на байдарках, на велосипедах. Там у нас был день спорта, мы ходили пешком, там ходили по лесам. Если говорить об организационных планах ребят, то в ближайшее время при поддержке администрации, по их словам, они планируют создать новое молодежное движение, которое будет направлено на помощь молодежи, реализацию их творческих планов и организацию досуговой деятельности.